оптик можно пространство мерить и в попугаях но появление самого объема или протяженности в конечном итоге прямо зависит от времени и вообще появление всякой метрики это производная величины от фактора времени время это немнимая величина или условность время имеет не только количественное выражение но и качественно пониманию качеств времени человек только приблизился и уже на современном уровне многое может понять скорость протекания физических процессов для данной метрики пространство ограничено скоростью света которая зависит от частного планетарного тензора этот полностью слом мозга вот у оптик никто оптик это вот зомбированное млекопитающее расположена на нашей планете которая бредит густо и передает сказки от дебилов конченных вот или секта дебилов и релитивистов полностью уничтожила мозг этого человека что этот человек нам говорит про время вы поняли да теперь давайте скажем правду есть только пространство это вот объем не состоящий из матери пространство нематериально в пространстве расположена материя материя движется относительно друг друга да это движение мы посредством сравнительной характеристики до такого например как год или месяц до посредством сравнительной характеристики можем ввести эту сравнительную величину количественную, время, условную величину, да, которой вот нет в природе. Есть движение, только объектов есть. Процессы физические есть. А вот времени такого нет. И вот эту вот величину, псевдовеличину, сравнительную характеристику время, которое по последней, смотрите, сначала пространство, потом материя, потом время, да, показатели времени, сравнение движения времени, да. А он говорит, что время первично, что появление объема или протяженности в конечном итоге прямо зависит от времени. Вот какая глупость. Появление объема и протяженности зависит от времени. Вот есть у нас пространство, да, вот протяженность пространства, вот кусок, да, как он может зависеть от времени? То есть он должен от чего зависеть? От материи, которая движется в этом пространстве и сравнительную характеристику от этого движения мы берем в качестве часов, да, хронометра или в качестве просмотра Луны, ее движение, обращение, расположенное в пространстве. То есть это полная безмозглая чушь. Человек не понимает, как говорить, что появление коровы целиком зависит от сыра, который вышел из коровы в форме молока, был переработан людьми, порезан на кусочки. И от этого зависит корова. Как корова от этого может зависеть? Оптик, ваши взгляды – это взгляды сумасшедшего, потерявшего мозг человека. Вы эти взгляды купили в образовательной системе, вам подарили их бесплатно за счет наших налогов. За то, чтобы какие-то дебилы вам в мозг пихали вот это некачественное содержимое. Мы заплатили своими налогами, мы выкормили вот этих лжеученых. И вы это проглотили. И сейчас сами транслируете этот бред. Справочно, они зависят от частного планетарного тензора данная метрика. Бред полный, вы сумасшедший. Вы этого не знаете, но фактически вы сумасшедший. Вас зомбировали до сумасшедшего состояния. Вы травмированная личность. Алексей Герасимов. Математика и физика родственные и взаимно влияют друг на друга. Системы счета кажутся нам логичными и правильными. Пальцев 10. Вариантов да и нет 2. Но число Пи намекает, что это не так. Нет ли такой системы счета, при которой число Пи целое, либо конечное? Спасибо. Число Пи намекает, что это не так. Вот как число Пи может что-то намекать? Это деление окружности. Чем? Диаметром. Как оно может что-то не так намекать? Нет никакой причинно-следственной связи. То, что вы спрашиваете, это из области заумств, на которых можно тратить время, на которые можно время не тратить. Вообще можно на это время не тратить. Жить счастливо. Пользы в этом ковырянии никакой нет. Отвлекайтесь и переходите на реальные задачи. Объявление. Ребята, у нас по техническим причинам утратилась группа роликов с ответами на вопросы. Вы их просто не увидите. Мы честно сняли, ответили на ваши вопросы. Но по техническим причинам были утрачены. Поэтому если на что-то не ответили сильно, не обижайтесь, переспросите еще раз. И имейте в виду, что на составание несколько дней на что-то может быть отвечено. Но дней 10 эти ролики выгружаются, выгружаются. Вы можете не сразу получать ответы на ваши вопросы. Мысли из будущего. Опровержение идеи бесконечно длинного и бесконечно узкого прямоугольника. Как только прямоугольник достигнет толщины атома, процесс бесконечного удлинения закончится. Вы не сможете разрезать ни ножом, ни лазером, ни сверхострой бритвой этот кусок пополам. Получить нить из бусина атомов, которая будет иметь внешнюю длину, из этого можно сделать. И пошло-поехало метание бисера, пляски с бубнами. Потому что достигнет толщины атома. Какая разница, вот пространство из атома не состоит. Из атомов не состоит. Вот любую площадь мы можем поделить пополам. И еще раз пополам, и еще раз пополам, и еще раз. Вот мы уже не видим, но есть теоретическая возможность ее делить до бесконечности. До атомов, после атомов. И составляющие атомы частицы. Без разницы, что сама площадь, это пространство, не состоящее ни с чего. Деление ничем не ограничивается. Мысли из будущего. Сосредотачивайтесь. Претензия полностью интеллектуально несостоятельна. Бесконечно большого и бесконечно малого не существует. Но как не существует бесконечно большого? Вот пространство, это пример бесконечно большого объекта. У него нет технической возможности закончиться. Пустота, нематериальная сущность, она не может закончиться. Как может закончиться пустота? Ну поставили вы сюда кирпич. Ну вот пустота, материя, это материя. А пространство-то оно продолжает. Продолжается насквозь этого куска материи. Не важно. Пространство продолжается. вы не можете его закончить, это элементарные вещи, ребята, мы это уже объясняли 148 раз, и вы как-то умудряетесь, смотря наши фильмы, этого еще не осознать и не понять, самая начальная информация, которую должны каждому дать в школе, чтобы, ну как вот, инженер или математик, физик, не понимающий этих элементарных вещей, это что такое, это 21 век, ты да бас, ты да ба, ребята, сосредотачивайтесь, или слушайте наши лекции внимательно, или сами, это элементарные операции мыслительные, как-то соображайте, если существует притяжение отталкивания, что является стабилизирующим фактором для Луны, для планет, для всех тел, которые имеют стационарные орбиты, даже для спутников, которые якобы геостационарные, ведь всегда есть дестабилизирующие факторы, хотя бы эти самые притяжения отталкивания, хотя которые на разных позициях орбиты имеют разную величину, оказывают меняющие воздействия на летящие объекты, кто-то якобы удерживает и нейтрализует, где здесь стабилизирующие факторы, по-моему, все эти шарики должны разлететься куда-то, кто-то с кем-то слипится, кто-то под принтус, где стабилизирующие факторы, вот давайте, куда могут разлететься ваши шарики, если пространство уже заполнено материей, они могут вылететь в какую-нибудь незаполненную материей область, не могут, потому что вот все пространство уже заполнено материей, и у вас силовые версии какие? Вот у вас есть два типа взаимодействия, вот это вот отталкивание, да, у вас все как-то распределилось в рамках силового равновесия, и ничто в себя не упало, не обрушилось, да, вы, если наполняете вселенную большими силами, да, у вас объекты внутри сжимаются, да, это касается и космоса, это и планет, солнечных систем, это касается микромира, атомов, да, ну, допустим, вот эта вот поверхность подошвы вашей обуви, да, а это вот поверхность бетонного пола, по которому вы идете, да, и вот нет соприкосновения, вот вы идете как бы по воздуху, да, ваши атомы не соприкасаются с атомом бетонного пола, это есть расстояние, это вот силовое равновесие, и силовой фактор, стабилизирующий фактор, это как раз разница сил, вот на отталкивание у нас есть превращение силы, не направленное на вывод из равновесия, вот у нас силы нарушающей равновесия нету, теперь поменяем, да, заменим силы отталкивания на силы притяжения, все, у нас это удержать уже никак невозможно, вот они слиплись, да, если эти два объекта, вот, два магнита, если бы это было в реальной природе, все построено на силах притяжения, они бы, один магнит упал в другой магнит, оно бы все обрушилось в точку, не было бы ни обуви, ни поверхности Земли, ни планет, ничего, просто был один большой обвал системы, это вот реальность, потому что нет превращения силы, направленной на удержание в равновесии, невозможно, никаким образом, если вы даже будете фантазировать, что на притяжении можно вот так вот как-то крутить, не получится, все равно упадет один магнит на другой, то же самое, любая гравитирующая масса должна была упасть на любую гравитирующую массу, и обвал осуществить, вот, пожалуйста, на отталкивание это все возможно, то есть у нас есть статья, ссылка, монография, ссылка под каждым видео, и там показано в формулах, как изменяются силы по версиям притяжения, по версиям отталкивания, приталкивания, вы просто посмотрите эти графики, вы поймете, где эти стабилизирующие факторы, если вы, ну, можете формулу, если не можете формулы, просто поймите разницу между первым и вторым сценарием, ксантипа, как я понимаю, он сейчас говорит о полезности ненужных разделов математики, если не перегружать, то мозг не работает, вся эта фигня делается для развития работы мозга, в том числе в абстрактном направлении, а не для знаний как таковых, как развития группы мышц, которые никак не задействованы, по-вашему шахматисту не нужно уметь подтягиваться, нужно педагогам заниматься структурированием подачи, говорят, что десятичные дроби дают до изучения пиццы дробей, и так далее, то есть предлагается учить бредовые разделы математики в качестве развития мышц мозга, например, вот смотрите, вот вы можете потратить 100% времени на изучение и полезной, и для укрепляющей вас мозг информации, вот вы это время можете потратить с пользой, а можете потратить это время как бы на тренировку, перед тем, что вам когда-то дадут настоящие задачи, зачем, это нерационально, вы должны сейчас сразу получать достоянную информацию и ей тренировать свой мозг, все, никак иначе, нельзя давать бред ни под каким поводом, если вам дают бред, то вас обманывают, оправдать псевдоматематику такими способами невозможно, Григорий Карапыш, есть космические карсты, пустоты на миллиарды световых лет, какое там приталкивание, вот наша вселенная, она состоит из пустот, из скоплений материи, из всего, и вот тут пустота скопления, пустота скопления, что угодно, объект большой, объект маленький, опять пустота, она полностью заполнена вот этим, но если вы начнете смотреть, все больше и больше масштаба, вы увидите одну динамику, вы увидите равномерный ковер, галактик, если вы увидели в этом ковре, что-то неравномерное, просто подальше отдалитесь, вы станете черно равномернее, если вы этого не понимаете, на макро уровне, все приходит в одну единообразную картину, равномерно заполненный космос, просто поймите этот реальный факт, вот посмотрите снимочки космоса, вот просто вот так, глаза такие, направьте на эти объекты, вот осознайте реальность, вот выхода дальше нет, вот как мы находим на этот уровень, уровень большой, уже нет никаких, никаких загадочных макро пустот, все равномерный ковер, если вы ковряетесь где-то в этом, в рамках ковра, и вам что-то кажется очень большое, знайте, что есть два фактора, все эти снимки, они конечно имеют определенную, достоверность в процентах, не все, что вы видите, оно достоверно, что-то будет меняться за временем, оно меняется, какие-то пустоты перестанут быть пустотами, потому что астрономы протрут свои глаза, приборы и так далее, эффект, все сосредоточенные люди мыслят одинаково, каждый несосредоточенный человек тупит по-своему, браво, вот хорошо подмечено, все сосредоточенные люди мыслят одинаково, вот они смогли сосредоточиться и сосчитать, что дважды два равно четыре, вот у всех получилось дважды два равно четыре, а вот кто не смог сосредоточиться, вот он тупит по-своему, дважды два равно восемь, дважды два равно шестнадцать, спасибо зачитано, опять это же самое, о, канале удалов, не можете вы ничего сгинать, вытягивать до бесконечности, любая выдуманная бесконечность ограничивается лимитом возможностей, перекрывание этого лимита обозначает безосновательный треп, далекий от научной мысли, лимит возможностей, ну какой нахрен не лимит, вот вы, вот уже такую чушь выдумываете, пространство может делиться до бесконечности, никаких лимитов, атомных, не атомных, идиотских, не идиотских, вообще никаких лимитов нет. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения, если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»